День учителя, делегация Приморского края, конфликт в Нагорном Карабахе, Баку и Ереван не хотят садиться за стол переговоров. Это большие итоги, самые яркие информационные акценты недели о тех, кто видел все своими глазами. Я Николай Силков, мы начинаем. Сто идей для Беларуси, чистый лес и рейс Минск-Москва-Белавия возобновляет полеты в столицу России, когда... С Днем Учителя! Они дают нам знания и дарят доброту. Сегодня вся сторона поздравляет учителей. Максим Кемблер расскажет о педагогической профессии. Близкий Дальний Восток, делегация Приморского края, посетила промышленные бренды Бобруйска. Какие итоги встречи? Годы любви и верности. В ЗАГСе чествовали изумрудных и золотых юбиляров. Анастасия Пахлёстова узнала секрет семейного счастья. Стихия в Украине. Два детства без гостей. И Дисней уже не тот. Компания сообщила о планах сократить 28 тысяч сотрудников. В чем причина? Расстояние не влияет на взаимный интерес. Беларусь готова поставлять на Дальний Восток племенной скот. Новый этап взаимовыгодного сотрудничества Беларуси и Приморского края на неделе обсуждали в столице. За столом переговоров министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и мэр Приморья договорились о совместном строительстве молочно-товарных ферм и свиноводческих комплексов. Без внимания не остались и вопросы наращивания экспорта. Сотрудничество с Приморским краем можно назвать стратегическим для Беларуси только из-за января и июля товарооборот сельского продукции и продуктов питания между партнерами составил без малого полтора миллиона долларов. А это почти на 90% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Знаменитые бренды с бобруйской пропиской делегация Приморского края не обошла стороной и крупное предприятие нашего города. Это, к слову, уже второй визит за две недели. Перспективы сотрудничества и открытия торговых домов Максим Кембель знает больше подробностей. Российские партнеры продолжают знакомиться с бобруйскими предприятиями. Наши восточные соседи не скрывают. Беларусь – стратегический союзник. Отсюда и такой большой интерес. Взаимовыгодные. Старт визита пришелся на Славянку. В объективе – легкая промышленность. Приморцы с продукцией местной фабрики знакомы не понаслышке. Детская одежда с логотипом предприятия представлена в магазинах города Артема. А значит, логистический вопрос решен. От бобруйска до дальневосточного региона для справки – почти 10 тысяч километров. Есть еще второй сложный вопрос. Это Китай, который находится рядом и граничит там. Засилие китайских товаров немножко уже надоело местным жителям. И то, что губернатор края принял решение работать с Беларусью, для них это все-таки мы Европа. И с европейским товаром – это, как говорится, для нас возможность нарастить объемы продаж в этот регион. Соответствовать современным трендам – главная задача предприятия, отмечает директор. В этом убедились и российские партнеры. Гостям продемонстрировали все – от защитных масок до верхней одежды. Здесь свою продукцию представили также бобруйс-трикотаж и кожевиный комбинат. Модный показ уже дает свои плоды. Мы обговорили, обменялись всеми реквизитами, дали прайс-листы, фотографии. И самое главное – есть заинтересованность. И уже наши конкретные специалисты будут непосредственно отрабатывать дальнейшие шаги. Следующим пунктом в списке визита стал «Красный пищевик». Здесь прошла презентация не только знаменитого зефира и халвы, но и продукции мясокомбината. Сочный бобруйский бровер тоже не остались в стороне. В ассортименте представленных продуктов – полюбившиеся всем товары и новинки. После соотношения цены и качества – самая вкусная часть – дегустация. Конечно, Россия остается, была и остается для нас основным внешнеторговым партнером. И при том здесь взаимовыгодное сотрудничество. Для нас это, прежде всего, много экспортных позиций. И сегодня мы эти экспортные позиции еще раз нашим партнерам продемонстрировали. В то же время и мы заинтересованы и в поставках продовольствия из Приморского края. То есть то, чего у нас нет – это морепродукты, прежде всего. Мы заинтересованы и в различных компонентах, которые используются в нашем химическом производстве. Их используют наши гиганты, такие вот, как сегодня мы в Бобруйске, как Белшина. Поэтому это действительно шаги навстречу друг другу. Увеличить товарооборот в два раза. Именно такая задача стоит перед российским регионом, признается министр промышленности и торговли Приморского края. Продукты с Бобруйской европейской, уверен глава ведомства, займут в стороне соседки лидирующие позиции. Стороны уже договорились создать торговые дома, как на территории Могилевской области, так и в Дальневосточном регионе. Мы испытываем большой интерес к продуктам питания, потому что мы знаем, что эти продукты высочайшего качества. Они сделаны с соблюдением всех технологий. И это товары, которые просто полюбились уже жителям Приморья. Это вкусно, это очень полезно. И мы надеемся на то, что и жители Белоруссии тоже получат доступ к дешевой доступной рыбе. Возможно, красный икраб из Приморья найдет свое место на прилавках магазинов. За две недели это второй по счету визит делегации Приморского края в Бобруйск, что является подтверждением огромного интереса к нашей продукции. Мы реально понимаем и оцениваем значимость именно наших друзей, наших гостей, потому что те предприятия, которые сосредоточены в городе, это начиная от легкой промышленности, заканчивая машиностроением, они говорят о том, что мы реально можем сегодня предоставить интересные предложения для наших российских партнеров. За январь-июль 2020 Могилевская область и Приморья наторговали на 734 тысячи долларов. За аналогичный период прошлого года рост в 123%. Партнеры уверены, это далеко не предел. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели. Новый паспорт и ощутимый экономический эффект 7-й форум регионов Белоруссии и России завершился на этой неделе. Какие итоги? Спросим у моей коллеги Анастасии Пахлёстовой. У нее самый подробный обзор громких заголовков. Взаимодействие Белоруссии и России переносит ощутимый экономический эффект. Об этом на встрече с губернатором Брянской области заявил Александр Лукашенко. Глава государства отметил, накануне завершил работу 7-й форум регионов, на котором подведены итоги и намечены перспективы сотрудничества. По своим результатам нынешний форум превзошел все остальные. Заключены контракты на сумму более 750 миллионов долларов. Белоруссии могут получить паспорт нового образца с 1 января 2021-го. Биометрическая смарт-карта с интегральной микросхемой – документ, удостоверяющий личность гражданина внутри страны. Ее предлагается выдавать с 14 лет, либо с рождения, по желанию родителей. Новый документ будет служить 10 лет, при этом массовая замена с января не планируется. Поменять паспорт можно будет, когда у него закончится срок действия, либо по желанию. Белавиа возобновляет полеты в столицу России. Вылет из Минска в 12.35, из Москвы в 14.45. Время в пути – 1 час 20 минут. Иностранные пассажиры при себе должны иметь справку с отрицателем результатом теста на коронавирус, выданную не позднее, чем за 72 часа до прибытия. Полеты будут выполняться один раз в неделю по средам в аэропорт Домодедово. Акция «Чистый лес» пройдет в Беларуси 17 октября. Компанию по наведению порядка будет приурочена году Малой Родины. Чтобы стать участником, нужно обратиться в лесхоз или ближайшее лесничество. В течение дня волонтеры помогут специалистам в ликвидации несанкционированных свалок, строительных и бытовых отходов. Всех желающих обеспечат инвентарем. Самым активным вручат сувениры. Чтобы получить памятный подарок, нужно разместить фото или видео с акцией в Facebook, Instagram или Twitter с хэштегом «Чистый лес 2020». Каждый ребенок-участник получит фирменную кепку с названием «Экологическая компания». Дан старт 10 сезону республиканского молодежного проекта БРСМ «100 идей для Беларуси». Представить свои предложения можно в 10 номинациях. В каждой выберут по два победителя в двух возрастных группах. В 2020 проект реализуется в несколько этапов. Прием заявок уже открыт. Их можно направить напрямую в территориальные комитеты БРСМ, либо заполнив форму на сайте проекта. Уже в ноябре пройдет первый отбор. Война в Карабахе. Президенты Франции, США и России призвали прекратить огонь. Сядут ли стороны за стол переговоров? Мой коллега Максим Кембель зажит руку на пульсе громких новостей из-за рубежа. Баку и Ереван не хотят садиться за стол переговоров. Армения и Азербайджан отвергают призывы международного сообщества. На фоне четвертого дня отжесточенных боев в районе Нагорно-Карабахского конфликта. В Ереване у военкомата выстраивались добровольцы. Такая же картина наблюдалась и в Баку, где мужчины толпились в очередях у призывных пунктов. Война двух государств или при чем тут Турция? Все подробности в конце больших итогов. Спасибо, мои коллеги Анастасия Пахлёстова и Максим Кембель с обзором громких новостей недели. Мы продолжаем. День, когда стоит сказать спасибо за знание, терпение и доброту. Слово благодарности сегодня звучат в адрес учителей. Больше 110 тысяч педагогов по всей стране отмечают профессиональный праздник. Баб Груськ тоже гордится своими наставниками. Наша съемочная группа заглянула на один из уроков. Калиласка у меня надеялась, а тут где я слов? Этим я. Подкресневая. С чего начинается родина? С любви к родному языку, уверена Наталья Койпыш. За спиной учителя белорусской мовы более 20 лет стажа. Наталья Владимировна – первооткрыватель педагогической профессии в своей семье. О подходе к детям наставник знает не понаслышке. Самое главное на уроке – это ребенок должен усвоить материал, который сегодня преподносится на уроке. Поэтому методы, которыми учитель пользуется, они могут быть разными. Но главное, чтобы ребенок ушел из кабинета, закрыв дверь, понял ту тему, разобрался с той темой, которую проходили на уроке. Профессионализм, постоянное развитие, любовь к детям – портрет идеального учителя от Натальи Койпыш. А главные критики здесь – ученики. Учитель – это тот, кто объясняет тему, уроки, чтобы ты что-то понимал, чтобы у тебя что-то в голове отлаживалось, чтобы ты спокойно мог работать с этим материалом. Учитель – это человек, который профессионал своего дела, который научит нас, который в любой момент будет рядом, который научит не только своему предмету, но и тому, как нам быть дальше в жизни. Вторая гимназия Бобруйска – успешное учреждение образования. А успех – это симбиоз работы преподавательского состава и учащихся. Из 72 педагогов более 80% тут свыше первой категории. Благодаря профессионализму наших педагогов наша гимназия ежегодно показывает результаты на Республиканской олимпиаде по учебным предметам. Если мы возьмем прошлый учебный год, то это 18 дипломов на областной олимпиаде. Тот случай, когда поздравлять заранее – неплохая примета. На неделе во Дворце искусств чествовали лучших учителей города, среди тех, кто поднялся на сцену, и Наталья Койпыш. В этом году праздник прошел в стиле кино, в главных ролях – учителя. Праздник в городе у нас! С Днём учителя всех вас! Слова благодарности от руководства города без цветов и подарков, конечно, не обошлось. Вы учите ребят самому главному, учите их добру, учите их уважению, учите тому, что называется быть настоящим человеком. И за это вам искреннее спасибо! Стихи, песни и танцы – спасибо от коллективов города. Мы будем петь, для нас ведь есть, учителя и коров, и больших погрузей нет. Не забывают и старую гвардию педагогического актива «Бобруйска», ведь именно они стояли у истоков создания городской системы образования в середине 90-х. Вы – те люди, которые всю свою профессиональную деятельность посвятили именно воспитанию и образованию молодого поколения. Огромное вам за это спасибо! Уважаемые коллеги! Я имею право так сказать, потому что 13 лет педагогического стажа в моей трудовой книжке присутствует. Хочется вам пожелать всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в вашей нелегкой, безусловно, трудовой деятельности. С праздником вас! Концертная программа длилась почти два часа. И пусть песни уже спеты, но это далеко не конец. В педагогическом сериале – тысяча серий. Дорогие учителя, в ваших руках души наших детей, в ваших руках будущее нашей страны. Спасибо вам за профессионализм, за ваш самоотверженный труд. Несмотря ни на что, вы стаетесь преданными своему делу, своей профессии. В это воскресенье свой профессиональный праздник отмечают свыше 110 тысяч педагогов страны. Именно они сопровождают детей в важные жизненные моменты, формируют характер и дарят мудрость. Причем их работа со звонком не заканчивается. С днем учителя! Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели. В Беларуси открылся сезон загонной охоты на копытных. Охотникам разрешено добывать лося, кабана, косулю, оленя, лани, муфлона. Между тем, делать это можно только днем и в условиях хорошей видимости. Браконьеров ждет штраф в 200 долларов, в особых случаях и вовсе до 6 лет тюрьмы. Самое главное проверить документы, чтобы документы были в порядке. Потому что охотники забывают, например, уплатить государственную пошлину. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей 15.7 в случае ничего не добычи. А если, не дай бог, он что-то добывает, то, соответственно, уже уголовное наказуемое деяние, так как уплата государственной пошлины является одним из основных документов, прописанных в правилах ведения охотничьего хозяйства и охоты. Нужно проверять, чтобы все документы были обязательно в порядке, то есть государство старения было не просрочено. Продвинуно разрешение на правоношение хранения охотничьего оружия. И, конечно, чтобы все были записаны в охотничью путевку. Ну, тут уже ответственность перелаживается на егеря, так как он является руководителем охоты. Так как у нас в стране вся охота на копытных животных осуществляется в присутствии егерской службы, либо руководителя охоты. То есть сам охотник не может так пойти, охотиться на косулю, на лося, на оленя. Добывать загонным способом лесных жителей разрешено до 31 декабря. Для каждого вида животных можно применять определенные виды оружия список на сайте Минлесхоза. Трогательное признание, свадебный вальс и крики «Горько!» Восемь пар, которые прожили вместе более полувека, вернулись в день, когда поклялись друг другу быть вместе и в горе, и в радости. Анастасия Пахлёстова видела все своими глазами. Суббота, два часа дня. Восемь пар входят в ЗАГС под марш Мендельсона. За годы у все еще молодых в душе брачующихся появились морщинки и седина. Но любовь и верность стали только сильнее. Дети и внуки не остались в стороне. Встречают их беляров аплодисментами. Уважать, любить и понимать. Именно такие советы семейного счастья дают супруги, прожившие вместе больше, чем полвека. Пары зажгли свечи – символ неугасающей любви. Женихам вручили свидетельство, а невестам медали. Приглашаю вас за получение документов держите свидетельство оказанной изумрудной свадьбы. Спасибо. А вот эту памятную бедаль я, наверное, попрошу вас передать супруге за терпение. Да, спасибо. Передайте, пожалуйста. Слова поздравления в этот день звучат и от представителей территориальных центров соцобслуживания населения. Для виновников торжества – цветы и подарки. Красивым окончанием торжественной церемонии становится свадебный вальс. У каждой семьи своя неповторимая история. Григорий и Адвига Еремеевы стали мужем и женой по воле случая. Сейчас вспоминают – шли мимо ЗАГСа и решили подать заявление. С собой не было ни паспортов, ни денег. Написали заявление, а паспортных данных нет. Нас не принимают заявление, бежи. И надо было какие-то самые три рубля. Я бы бегом побежал, три рубля с собой взял. За время совместной жизни Еремеевы вырастили сына и дочь. С годами любовь не угасла, уверяет Григорий Петрович, нежно обнимая супругу. Любят друг друга за терпение и понимание. За время, за время то, что мы не утрачиваем зря его. А друг другу где-то уступаем в своих, как говорится, самых печалях, радостях. Терпение, наверное. Ну да, она меня терпит, а я ее. Фамилия определила всю семейную жизнь. Владимир и Вера Сахар уверяют, 50 лет вместе оказались действительно сладкими. Юбиляры познакомились в далеком 69-м на городском пляже. Помнят, как сейчас. Она плавать-то не умела, но я ее немножко доставил. И такой потихонечку вечером познакомились, пошли. И вот пошли, пошли, пошли. Но встречались полтора года. Не, замуж не выходила. Терпела. Терпела. Сладкое семейство еще очень большое и дружное. Пара воспитала двух сыновей. У них 8 внуков и 5 правнуков. О прожитых годах вспоминают с улыбкой. Если бы мне сказали, что хочешь ли ты назад вернуться и лучшую жизнь взять, ни за что бы не поменяла. Ну, в жизни всякое бывало, знаете как. Ну, уступаем друг другу, живем. Раньше подобные чествования проводили только в Первомайском ЗАГСе. Но теперь он в городе один, так что мероприятие стало городским. Пары наши практически вспоминают, как это было 50-55 лет назад. Это первый поцелуй, в нашем случае тоже золотой изумрудный поцелуй, танец свадебный, конечно же, куда же без шампанского, под крики горько, гостей. Вот такие мероприятия. Праздник уже стал доброй традицией. Семьи юбиляры получают поздравления каждый год. 2020-й не стал исключением, разве что сместилась дата. Обычно чествование проходило в мае, ко дню семьи. Из-за пандемии торжество перенесли и приурочили ко дню пожилого человека. Анастасия Пахлёстова, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Коронавирус в США, пустой Букингемский дворец и конфликт на Горном Карабахе. Бои продолжаются уже почти семь дней. Сколько человек погибли. Далее обзор самых обсуждаемых мировых новостей. Слово Максиму Кембелю. Международное сообщество призывает Ереван и Баку прекратить военное противостояние. Однако пока дипломатия, похоже, не в силах остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе. Наравне с Россией ключевым игроком в регионе выступает Турция. Она открыто поддерживает Азербайджан, поставляя туда вооружение. Так, Эммануэль Макрон обвинил Анкару в том, что она перебросила в зону конфликта по меньшей мере 300 сирийских боевиков. Власти Исламской Республики эти претензии категорически отвергают. С начала введения боевых действий число погибших с армянской стороны составило 104 человека. 81 военный, 23 мирных жителя. Азербайджан о своих боевых потерях не сообщает. По словам генпрокурора страны, погибли 14 мирных жителей, 46 получили ранения. Президент США Дональд Трамп и его супруга заразились коронавирусом. Об этом американский лидер написал в своем твиттере. Ранее тест его советницы оказался положительным. Она сопровождала Трампа в предвыборных поездках по стране. Это, к слову, уже не первый случай заражения COVID-19 в Белом доме. Соединенные Штаты находятся на первом месте в мире по количеству зараженных и смертей от коронавируса. По меньшей мере 9 человек стали жертвами лесных пожаров на востоке Украины. 14 пострадавших госпитализированы. Местные власти сообщили, в целом зарегистрировано 146 очагов возгораний. Разрушены около 250 построек. Огонь бушует на площади в 93 квадратных километра. Из опасных районов эвакуированы сотни людей. Президент Украины Владимир Зеленский распорядился провести тщательное расследование причин возникновения пожаров. Елизавета II отменила приемы в Букингенском дворце. Все официальные многолюдные мероприятия аннулированы до конца года. Такое решение королева Великобритании приняла связи со второй волной пандемии. В ближайшее время в дворце персонально свяжутся с участниками всех уже запланированных церемоний, в том числе награждений. В начале прошлого месяца Королевская пресс-служба заявляла, Елизавета II планировала осенью вернуться в лондонскую резиденцию для проведения аудиенции и мероприятий. Крупнейшая компания в индустрии развлечений Волт Дисней сообщила о планах сократить 28 тысяч сотрудников на фоне кризиса, связанного с COVID-19. До пандемии в американских тематических парках работали более 100 тысяч человек. Сокращение затронули специалистов круизных лайнеров, предприятий розничной торговли, а также членов руководства. При этом порядка 67% перспективных экс-сотрудников трудились неполный рабочий день. Попавшие под сокращение с апреля сидят в неоплачиваемом отпуске с сохранением медицинской страховки. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруск-360 и я Николай Силков. Новая неделя, новые итоги. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok